всем здравствуйте всех вас рад видеть на канале сегодня буду заниматься перестановкой в аквариуме где живут черно-желтые малинезе меченосцы там кстати еще и самочки беременные такие довольно таки красивые есть тоже нужно будет их пересадить ну и в основном посмотрим как подросла нимфея и анубиус гигантополус они меня радуют нужно так сказать ну и буду заниматься корягами на которых растут анубиусы то есть уже анубиусы вот виноградную корягу пустили в корни и я такие небольшие манипуляции если можно так сказать буду проделывать с этими корягами хочу установить в аквариум где у меня живут тоже малинезе там немного сомиков у меня есть ну в общем пока думаю как говорится будем посмотреть всем вам приятного просмотра посмотрите как тут растут растения довольно таки неплохо особенно радует мимфея посмотрите уже такой кустик такой приличный да ну и похоже что есть здесь понравилось до этого здесь были такие листочки довольно таки маленькие вот сейчас такие крупные уже листочки вот эти мелкие листики все увеличиваются и увеличиваются ну посмотрим как она себя будет вести далее будут ли от нее отростки или же нет время покажет что еще здесь хорошо растет так это вот этот гигантополус посмотрите сколько листиков он уже заполонил здесь большую наверное часть вот этой половина аквариума мы постоянно здесь появляются новые листочки это конечно же очень радует хочу немного ему там место освободить возможно то что я вот этот горшочек уберу отсюда здесь криптокарина ну как то вот она очень медленно растет посмотрим возможно переставлю в другой аквариум как то здесь место подосвобожу чтобы гигантополус вот этот анубиус рос хорошо это я его так называю там еще вот сзади тоже коряга на коряге анубиуса тоже хочется в какое-то другое место переместить возможно даже в другой аквариум ну а так здесь все отлично рыбки себя здесь чувствуют хорошо ну вот меченосцы оставил себе здесь в основном самцы чуть-чуть оставил остальных вот всех я реализовал ну и отсюда так вот потихонечку продаются черно-желтые малинезе и должен сказать что довольно таки неплохо продаются так как сюда постоянно добавляются такие подростки они здесь растут ну здесь еще вот крупные есть самочки нужно будет их выловить пересадить их в садок чтобы они от нерестились дали мальков так что вот такие вот приятные новости особенно что касается нимфея и этого анубиуса гигантополуса занимаюсь я уборкой плохих листьев с анубиуса такие вот листочки вот видите поврежденные я уже большую часть убрал отсюда сейчас вот эту корягу распилю пополам небольшой брусочек вот этот кусочек коряги оставлю здесь потому что мы здесь есть немного анцитрусов здесь вон еще парчовик тоже есть но они тоже любят вот корягу так пощипывать ну а этот наверно кусок коряги я перемещу вот в этот аквариум потому что ну здесь видите только коряга такая большая еще одна плавающая вот эту корягу потом тоже заберу для анцитрусов виноградная коряга анцитрус ее просто обожаю так что коряги мне будут нужны сейчас буду вот этим заниматься еще просмотрю листки я уже большую часть убрал ну и распилю ее пополам ну и все дело сделано можно сказать распилил я корягу вот часть сюда определил вместе с анубиусом ну здесь свет яркий как бы анубиуса это не очень хорошо возможно его как-то вот сюда под аэрлифт перемещу посмотрим ну а часть коряги я вот сюда переместил думаю что здесь и анубиусу и коряги будет самый раз но самое главное чтобы анубиус себя чувствовал хорошо здесь такого яркого света нету думаю что с листьями все будет в порядке ну и коряга тоже для анцитрусов вот виноградная в самый раз кстати анубиус уже врос корнями в корягу ну вот эту большую корягу я еще подумаю куда переместить ну и сюда я посмотрите вот эту корягу переместил с анубиусами тоже посмотрите как красиво анубиусу смотрится на этой коряге где-то вот в дизайне использовать дизайн аквариума тоже было бы супер если таких коряг было бы побольше можно было что-нибудь красивое придумать кстати анубиус здесь тоже корнями врос уже в эту виноградную корягу почти все резинки я убрал там он пару резинок осталось тоже можно будет их убрать ну и сразу эти улитки пошли там почищать вот эту корягу я взял вот отсюда освобождал место гигантополусу да вот чуть чуть-чуть посвободнее стало взял вот отсюда горшочек скрипта корины туда он переместил его анубиус установил мы оттуда еще дубок переместил вот сюда вот в угол думаю будет самый раз все будет отлично там кстати вот посмотрите на дальнем плане не знаю будет видно вам или нет беременная самочка я хочу ее пересадить сейчас ну меченосцы мне уже не нужны так вот для себя только потому что самочка довольно таки хорошая вилочная и вот за ней там все гоняются может быть она так переела но вот в последние дни я наблюдаю что животик такой округлый не только у нее там он еще одна самочка тоже хочет мне принести мальков тоже он на дальнем плане тоже нужно будет найти место и определить их собак так что вот такие вот перемещения были думаю что были они сделаны не зря пересадил я меченосцев двух самочек ну конечно их плохо будет видно но они вот в этом садке родят мальков я их пересажу обратно вилочные самочки две молодые оставлял так вот себе для красоты очень они красивые ну надеюсь что мальки будут меченосцев у меня спрашивают постоянно потому что я раньше разводил довольно таки много меченосцев в большом количестве ну сейчас как вы знаете я другой рыбкой занимаюсь меченосцев развожу только так вот для себя оставляя для красоты ну и здесь вам посмотрите молли тоже в садках сидят баллончики снежинки черно-желтые меченосцы постоянно приносят мальков вот они мальки не сказать что много мальков рождается по чуть-чуть но все же какое количество есть я этому количеству рад мне такое большое количество не нужно если честно сказать вот 100 штук в месяц 200 может быть мне хватит ну примерно так оно сейчас и получается так что будем ждать мальков меченосцев ну и сомики золотистые пока молчат тишина возможно нужно установить сюда небольшое течение я вот видите побольше включил подачу воздуха ну и все равно никакого эффекта нету воду менял по половине на свежую хорошую отстойную воду тоже ничего возможно нужно сюда половину добавить мягкой осматической воды или же дистиллята тоже вариант я видел тоже так нерестят сомиков ну я также видел что и они отлично нерестятся просто в отстойной воде хорошей способов и методов разведения довольно таки много ну вот еще подожду как говорится посмотрим что получится видите вон там трубочник у них постоянно еще попробую так сделать подмены возможно вот этот пластиковый бокс нужно куда-нибудь пониже установить потому что ну здесь температура 24 вот примерно так внизу там у них была бы температурка где-то если вот на пол поставить 21-22 градуса я думаю для них это было бы в самый раз так что посмотрим далее буду экспериментировать но пока не получается можно так сказать что и и и и и и и